Жозе Мауринио Так уж бывает. Не знаю, удивлен ли сам Жозе, но у него явно получилось показать камбэк, если это вообще можно так назвать. То, что он делает в Тоттенхэме, действительно впечатляет. То, как они играют в этом сезоне, это реально хорошо. У Жозе получилось превратить Тоттенхэм в результативную машину. Все так и есть. Они добиваются нужного результата, показывают хорошие выступления. Атака, защита, все на хорошем уровне. Так что это впечатляет. Расстояние от первого до девятого места всего шесть очков. Это один из самых плотных сезонов за последние года. Что думаете? Да, все именно так. Это так и выглядит. Но я не знаю, куда это приведет в дальнейшем. Какой будет картина в феврале-марте? Апреле или мае? Никто этого не знает. Естественно, в АПЛ всегда много классных команд. Многие топ-клубы в этом сезоне сдали позиции. Именно поэтому мы видим такую картину. И это круто для болельщиков. Сейчас Тоттенхэм представляет большую опасность. И самыми опасными футболистами в их составе являются Сон и Харри Кейн. В паре они забили 12 голов. Выключить их из игры, наверное, является для вас приоритетом. Да. Но даже если выключить из игры Кейна и Сона, Тоттенхэм остается очень сильным. Как я уже сказал, у них хорошая команда. И опасность представляет большое количество их игроков. Бергвейн. Отыгрывает важную роль. Особенно в контратаках. Также у них есть Ндомбеле. Возможно, ему все еще нужно время на адаптацию. Но тем не менее, он неплохо себя проявляет. То же самое можно сказать про Ло Чельсо. Также Сисока и Хойберг. Они проделывают большую работу в центре поля. И часто помогают защитникам. Очевидно, что они хорошо работают в паре. И на воротах у них топовый кипер. Все это и формирует команду. А еще у них есть Бейл. Кажется, в прошлом матче он болел. В этом он сможет выйти на поле. И это еще одна угроза. Так что, да, они неплохо справляются. И, конечно же, Харри Кейн. Против него всегда было сложно играть. И, конечно же, мы попытаемся ослабить его воздействие на игру. То же самое и с Соном. Сейчас эта пара на многое способна. Они реально хорошо сыгрались. В общем, да, много чего хорошего можно сказать о Тоттенхэме. Но, в конце концов, мы нацелены на достижение результата. Мы попытаемся хорошо сыграть против них. И победить. Несмотря на их хорошую форму.